В день освобождения Бреста в областном родильном доме было принято 10 родов. Всего в этот замечательный праздник на свет появилось 11 малышей, 7 мальчиков и 4 девочки, в том числе одна разнополая двойня. Специально по этому поводу для молодых мам был подготовлен неожиданный приятный сюрприз. Депутаты городского совета поддерживают инициативу молодежной организации для того, чтобы поздравить мам, детей, которые родились в этот замечательный светлый день, 28 июля, день освобождения города Бреста от немецко-вашистских захватчиков. Мы очень рады, что мы живем в мирной и замечательной стране, в которой рождаются дети, будущее нашей страны. Очень приятно видеть, что в день освобождения Бреста рождаются много маленьких брещан. Очень хочется, чтобы именно у них все получилось, чтобы они стали символом Беларуси, чтобы они чего-то добились в этой жизни, чтобы они прославили наш город, нашу страну, нашу республику. И, исходя из этих соображений, мы хотим, чтобы уже с самого момента рождения им, их мамам, запомнился этот чудный день. Цветы, воздушные шары и сувениры, а главное и самое ценное – внимание, добрые слова и пожелания в адрес молодых мам. Сюрприз удался. Теперь этот день запомнится как двойной светлый праздник. Сегодня у меня родился, в нашей семье родился третий малыш, он сделал нашу семью многодетный, мальчик, вес 3,410 и 52 сантиметра. Рост его дома, что с нетерпением, сестричка старшая и старший братик. Как его назвали? Назвали Ефим. Безусловно, день запомнится для каждой мамы. День родов запоминается навсегда, на всю жизнь. Но сегодня это еще так празднично, красиво и очень приятно. Неравнодушные люди ежегодно приходят в Брестский областной родильный дом 28 июля, чтобы встретить новых горожан и пожелать им счастливого жизненного пути. Акция «Мы родились в один день» появилась шесть лет назад. Теперь она стала еще одной доброй традицией нашего города. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания «Буктово».